Такой график, он, например, показывает, что, допустим, больше всего работают по времени в Албании, но при этом и разброс, похоже, один из самых больших в той же Албании. Самый маленький разброс, ну, один из самых маленьких в Венгрии, в Косово большой разброс. Вот Россия работает примерно в среднюю продолжительность по сравнению с другими европейскими странами, и разброс не такой большой, как во многих странах, ну, например, в Германии большой разброс из развитых европейских стран, или в Италии, или в Исландии. Также можно будет запросить аутлайеров, показать аутлайеров, если они есть. Факторная переменная, опять же, country. Опять же, ищем переменную, отвечающую продолжительности рабочей недели. Снимаю лишнюю галочку с time and leave. И запускаю. Видим, что очень много аутлайеров. То есть, значение, которое выходит за границы трех сигм. Есть якобы, допустим, в Бельгии люди, вот, например, в строке 3003 находится респондент, который работает порядка 175 часов в неделю. Можем познакомиться с этим респондентом. Строка 3003, ищем ее. Вот этот интересный респондент. Он 168 часов в неделю работает, он самозанятый. Можно здесь долго о нем рассказывать, поскольку анкета очень объемная. Но если это действительно реальный ответ, то вот такой очень занятый человек, который мало смотрит телевизор, например, который в среднем мире доверяет людям, и так далее. Очень много выбросов. Сверху и снизу. Ну так вот, возвращаемся к основной задаче. Проверка средних. Analyze. Compare means. One way another. Находим внизу созданную переменную country n. Находим интересующую нас переменную, которая характеризует продолжительность рабочей недели. Сразу заходим в options. Ну, график средних мы уже видели, могу его запросить еще раз.